всем доброго времени суток рада приветствовать вас на своем канале канал кинотеатр растворись в позитиве здесь много проектов от нашего театра выступлений ну также жизнь и время провождения режиссера в общем проект план перехват по благоустройству петровской мызы это новый проект этого года который начался в конце марта с уборки нашей территории нашей местности где мы проживаем и потом перерос в благоустройство ну и скажу я вам проект этот ну наверное еще будет длиться несколько лет потому что сделано мизер хотя прошло уже полгода поначалу местные жители когда видели меня за уборкой останавливались и спрашивали кто и сколько мне платит когда я объясняла что никто и нисколько что это собственная инициатива что хочется сделать наше место где мы живем красивым благоустроенным странно смотрели не понимали говорили а в общем то все весенние призывы к уборке привели только к одному полноценному субботнику хотя их было несколько но на остальных народа было совсем мало и на крайне из них вообще никто не пришел поэтому в общем то мечты о помощи местных жителей и оставила хотя всю весну мне помогали дети и самое активное из них 1 июня в день защиты детей были награждены грамотами ребятки молодцы но началось с лето жарко речка их не выловить моих помощников но и многие разъехались куда-то в гости отдыхать поэтому снова одна уже народ привык что я где-то перекапываю что-то делаю хожу тут как местное приведение уже никто не останавливается ничего не спрашивает но и не останавливается чтобы помочь и вот о чудо вы посмотрите один молодой человек оказывается не местный остановился таки он не мог смотреть как женщина тяжело работает лопатой и стал помогать и 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 Кстати, мой помощник Дмитрий недоумевал, почему эта работа не оплачивается. Значит, варианты были разные. Сделай фотографию, снеси в администрацию, тебе заплатят. Делай фотки, кто тебе за это платит? Иди в администрацию, серьезно. Конечно, конечно, да. Напиши грант, его выиграй, будут деньги на благоустройство. Что касается гранта, вот в феврале наш сельсовет грант выиграл на освещение парка. У нас есть замечательная липовая аллея, верхний парк Петровской мызы. Это февраль, да, выигран грант. Сейчас сентябрь. Еще даже не пахнет там никакими работами. Ну, зато в этом проекте работа кипит. Ручками, ручками работаем, ручками, ножками работаем, и все движется с мертвой точки. Кстати, о том, что мы здесь делаем. Мы выравниваем территорию у плит. Значит, здесь были горы, земли, кирпичи, различные пустоты, да, внутри плит, которые обязательно заполнялись мусором. Здесь также впадины, камни. В мечтах выровнять, посадить цветы, сделать клумбы, посеять газонную травку. Это прям вот-вот совсем в мечтах. Потому как место здесь проходное, самое проходное. Те, кто не ездят на машине, все ходят здесь, на работу, в школу, в магазин. И те, кто не только ходят, но и ездят на велосипедах, также будут лицезреть эту красоту. В общем-то, главная проходная тропа для пеших и велосипедистов должна выглядеть достойно. К чему и идем. Медленно, но верно. Началась работа у плит. 9 мая, именно в этот день, каким-то чудом удалось собрать молодежь на субботник. Поработали на славу, хорошо. Посмотрите, какая огромная гора была, земли. Тогда мы начинали только. Поработали всего два часа, ребята, весело, с музыкой. Но это хоть что-то, это уже прогресс. Молодежи, спасибо. Если в таком же составе, например, вдвоем, как сейчас с помощником, работать дальше, то это все затянется надолго. Ну а если одной, то, в общем-то, и до октября. Всегда в группе Петровская мыза призываю, всегда говорю, есть что делать, вот каждый день есть что делать здесь, в мызе. Где наводить порядок, где косить, где убирать, где копать. Поэтому пишите, пишите в комментариях, пишите личным сообщением. Я хочу помочь, давай договоримся в удобное время, давай вдвоем выйдем. Я буду очень рада. Пожалуйста, просыпайтесь, люди, просыпайтесь. Давайте сделаем вместе. Этот проект, план «Перехват» не случайно так называется. Потому что перехватывай эстафету, подключайся, присоединяйся. И совершенно в любое свободное для тебя время. Вот ты можешь выделить час какой-то, я не знаю, раз, пусть в две недели даже, и прийти поработать со мною. И это уже будет большой вклад в благоустройство нашего места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень хочу сказать огромное спасибо девочкам, Свете и Кате, которые поддержали мою инициативу весной и самостоятельно выходили в удобное для себя время с граблями, с пакетами, собирали мусор, сгребали листву. Только они и поддержали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и в завершении данного ролика хочется сказать, что люди-то в принципе не виноваты. Их ведь 20 лет отучали от субботников, от общения нормального, да, от коллективизма. Все по своим хатам. Мой дом с краю, ничего не знаю. Ну, вот такая нынче политика, такое нынче направление. Людей разъединить, а не объединить. Ведь чего боятся в РФ больше всего? Митингов. Другие проблемы наше правительство не волнует. Только митинги. Поэтому, жители Мызы, только мы с вами можем сделать наше место благоустроенным, комфортным. Только мы с вами, вот местные, здесь хозяева. И значит, мы можем сделать нашу жизнь интересной сами. Праздники различные, да. Все, что угодно для удобства, естественно, для этого нужно поработать руками, головой, нужно поискать какие-то средства, привлечь спонсоров. Ну, вообще нужно все время действовать, действовать, работать руками, работать головой и объединяться, это самое главное, объединяться для благих дел. Вот чего больше всего боятся те люди у власти, которые так хотят разъединить народ. Я очень вас прошу, подумайте об этом. Обиды ни на кого нет. Есть четкая позиция моя, что первый год он пробный, главное начать, а уже начато. И в следующем году подтянутся больше жителей местных для того, чтобы сделать нашу жизнь благоустроенной, комфортной и интересной. Да, докрасить надо камень. Не хватило краски. Надо на видео запечатлеть. Грязный ведь босиком. Так, в общем, это мы там пили, гранатовый сок, кстати. Вот сделали вровень для посадки цветов по периметру. Мой помощничек. Вот была большая куча, мы ее все переносили. Молодец, Дима помог. Так, это нам пригодится, не скажу пока для чего. Ну, а здесь, конечно, еще работы. Ну, если как сегодня, 3-4 часа, да, ну, дня на два. Дня на два. В общем, как замечательно, что этот проект притянул к себе людей даже из других областей и районов. Я благодарна и Диме, и организации, в которой он работает, базис инжиниринг. И очень прямо рада, что такие мужчины еще существуют, которые не могут пройти мимо женщин, тяжело работающие. Обязательно подойдут и помогут. Дим, твоей семье повезло с тобой. Вот, ну, а обращение ко всем остальным. Давайте всем бедам назло гнуть свою линию и объединяться на благие дела для того места, в котором мы живем. И я хочу, ну, у нас так повелось, что у нас не только, да, жители Петровской мысли участвуют, но даже люди из других городов. Избежанец, вот был участник у нас один. И вот у нас есть брянские товарищи, которые поучаствовали. И я хочу за участие в обустройстве Петровской мысли наградить Дмитрия Барабанова. Брянск, аплодисменты! Ну, и хочу еще организацию Базис Инжиниринг, которые всем составом прибыли и нам привозили камни, тоже наградить грамотой, передадить руководству. Вот, у нас даже Брянск участвует в обустройстве нашей мысли, поэтому местные подключайтесь и будьте более активными. Еще раз аплодисменты!